Здравствуйте! И снова в эфире программа «Обо всём честно». Я её ведущая Ольга Харламова. А это значит, что пришло время обсудить вопросы, которые могут коснуться каждого, и постараться найти на них объективные ответы, а может быть, даже развеять пустые слухи. Давайте не будем верить сарафанному радио и сплетням бабушек во дворе. Лучше начнём смотреть сюжеты и послушаем мнение специалистов. Сейчас с наступлением лета так и хочется отложить подальше уже изрядно надоевшие за зиму брюки и надеть шорты или юбку. Только вот некоторые стесняются это сделать. Ноги очень некрасиво смотрятся из-за варикоза. Ужасно видно вены. А помимо того, что это выглядит, мягко говоря, неприглядно, ещё мучает вечная усталость в ногах, боль и отёчность. Радости даже от прогулки уже нет. Что делать? И тут, как обычно, два варианта. Пустить всё на самотёк. На русский авось мы любим надеяться. Как-нибудь да пройдёт. Или наоборот, услышали, увидели, испугались и побежали. К первому попавшемуся специалисту. Заплатили деньги, а получили неверный диагноз. Вам сказали варикоз. А он ли это? Да, иногда заподозрив у себя какое-то заболевание, а сейчас мы говорим о варикозе, в растерянности не знаем, куда лучше обратиться, чтобы не потратить время зря. Платных клиник сейчас великое множество, среди которых некоторые предоставляют качественное обслуживание, а некоторые, увы, нет. После посещения таких специалистов работы, как говорят медики, прибавляется. Варикозные болезни подвержены все возрасты. Я бы даже сказал, что в настоящий момент мы имеем в Рязанской области большое количество диагностических центров платных, где делается вот узаковое исследование. И делая УЗИ, доктора просто-напросто на бум лепят диагноз варикозной болезни. Поэтому мы сейчас даже имеем дело с тем, что приходят маленькие дети, 5-6 лет, в котором стоит диагноз варикозной болезни, то есть в котором делают непрофессиональные, подчеркиваю, непрофессиональные УЗИ вен во всяких платных центрах, беря за это определенные суммы, достаточно внушительные, не такие, как должны были бы быть, и вопрос, надо бы делать их вообще. И таким пациентам стоит диагноз. Причин, по которым может появиться варикоз, очень много, часто это даже просто наследственность. Такое заболевание у женщин может быть связано и с нарушением гормонального фона. Следствием болезни являются неправильные потоки крови в венах, нижних конечностей. Первый симптом – это опухшие, вздувшиеся вены, неприятный косметический дефект. Затем уже появляются более серьезные проблемы – боль в ногах, отечность, усталость. А если запустить заболевание, то последствия могут быть нешуточные. Степени хронической венозной недостаточности варикозной болезни могут варьировать. Есть нулевая степень, когда, в принципе, есть только варикозные вены, и пациент жалко не подняет. Есть третья степень, когда у пациента уже появляется трофическая язва. Что это такое? То есть это дефект кожных покровов, который вызван как раз варикозной трансформацией подкожных вен, или перфориентных вен, в зависимости от форма варикозной болезни. То есть трофическая язва – это открытая рана, которая беспокоит пациента, и которая не дает ему спокойно жить. И это еще не все осложнения. Может появиться тромбофлебит. Понятие такое достаточно известное в простонародье. Но не все понимают до конца его опасность. Опасность того, что в таких венах варикозных могут образоваться тромбы, и эти тромбы могут, так скажем, давать такое грозное осложнение, как тромбофлеболи и легочная артерия. То есть это уже ургентная ситуация, которая требует проведения определенных даже революционных мероприятий. При варикозе чаще всего делают операцию. Но надо опять же понимать, что не просто бездумно нужно лезть под нож к хирургу. Для начала обязательно проконсультироваться, послушать рекомендации специалиста, и затем уже решать, как быть. К сожалению, у нас сейчас очень часто люди сами себе назначают лечение, начитавшись интернета. Итог – запущенное заболевание. Специалист же проведет осмотр и, если необходимо, назначит УЗИ. Приходят конкретно и говорят, мне нужно УЗИ. Чего УЗИ? Зачем УЗИ? Какого места УЗИ? Непонятно, и просто нужно делать УЗИ. Кстати, появление сосудистых звездочек не значит, что у вас обязательно варикоз. Устахандроз поясничного отдела позвоночника может как раз способствовать появлению таких звездочек и сеточек. Специалист на приеме вам обязательно должен это объяснить, ведь каждую проблему нужно устранять определенным методом. И когда вот это все формируется какое-то мнение врачей по этому поводу, да, и которые, скажем, не сосудистые хирурги, а просто смотрят пациентов, да, они говорят, у тебя варикозная болезнь, иди. А на самом деле нет проблемы. Проблемы нет. Звездочки, конечно, их тоже можно убрать. Есть специализированные методы воздействия. Это склеротерапия. Когда в такую сосудистую звездочку вводится специальное вещество, которое склеивает вену. Склеивает звездочку, оно потом не видно. Есть лазерная коагуляция этих вен, через кожаные, специальные есть датчики лазерные, они закрывают эти вены. Но это и варикозная болезнь – это две разных вещи. Вообще, конечно, средства лечения действуют не по отдельности, а в комплексе. Сделали операцию, она должна сопровождаться медикаментозной поддержкой. Но очень часто нас мучает не только усталость в ногах, работа, учеба, бессонные ночи. Тут уже усталость общая. Иногда кажется, что сила на исходе, а впереди еще столько дел и столько всего предстоит. А энергии не хватает. Где ее взять? Пытаемся найти выход. А реклама обещает, что напиток энергетический даст прилив небывалых сил. Сегодня энергетики продаются практически в любом магазине, киоске, в барах и клубах. Вроде бы запретили алкогольные энергетические напитки, но некоторые сами делают коктейли из безалкогольных. Это может быть опасно. Но что и говорить, даже обычные энергетики, как считают медики, вредят здоровью. Удар по сердцу и сосудам, и не только. Так может быть, активный образ жизни лучше вести без их применения? Так Константин порой любит прогуливаться утром по парку с баночкой энергетического коктейля. Сонный взгляд, но надо перебороть желание лечь спать. День предстоит напряженный. А работа, дела, суета вновь не позволили вовремя лечь спать. И полноценно отдохнуть. Утром снова разбитое состояние. Нужно срочно взять себя в руки и сконцентрироваться. Вот только бы набраться сил. А в то, что вроде бы приятный по вкусу напиток в красивой банке может принести серьезный вред здоровью, верится с трудом. Вот состав какой многообещающий. Даже написано, что есть витамины. И это может быть вредным? А вы знаете, что напиток вредный энергетический? Какой энергетик? Ну, слышал что-то где-то. Не так. Я, в принципе, сомневаюсь в этом. А даже не слышали чем у него? Вообще, что вы слышали? Ну, что он там на желудок действует. Иногда приходится пить. А вам это все равно? Почему пьете? Я хочу, чтобы взбодриться, проснуться. А другие какие-то? Конечно, нормально. Способ, спорт, сок, кофе. Кофе? Ну, кофе это не то. Нагетик посильнее будет, чем кофе. Там тот же кофе, плюс еще добавки. Плюс здесь витамины есть. Что тоже немаловажно. Работа заставляешь в таком вот режиме? Ну, нет, просто сегодня не выспался. Решил взбодриться перед работой, чтобы не уснуть. И нормально, продуктивно проработать. Только вот пытаться продуктивно поработать при помощи этих стимуляторов лучше не стоит. Посмотрите на состав. Все энергетические напитки имеют в своем составе кофеин. Или кофеино, содержащий растительные экстракты, такие как гуарана. Одна баночка такого напитка содержит порядка 90 миллиграммов кофеина. Количество равносильной чашки крепкого растворимого кофе объемом 100 миллилитров. В напитке также может быть экстракт гуарана или мате. Действия у них тонизирующие. Но совместно с кофеином для здоровья немалого количества людей это перебор. Вообще надо понимать, что энергетик на самом деле не дает вам энергии. Он лишь заставляет работать ресурсы вашего организма. Затем их нужно восполнять. А если это сделать не получится, то чувство бодрости сменится подавленностью и упадком сил. Они постоянно тонизировать не будут. Это нереально. Потому что наши запасы, они не безграничные. Запасы от энергии. В конечном итоге вы просто-напросто доведете себя до такого состояния, когда нечем стимулировать свою нервную систему. Нет запасов, вы их истощили. Происходит истощение. Они работать не будут. Это не безгранично. Раз там есть кофеин, значит, это будет учащение сердцебиения. У лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, их вообще нельзя употреблять, потому что они им противопоказаны. Здесь, как я уже сказала, тахикардия. Вплоть до сбоя работы сердца может нарушиться ритм сердца. Точно так же не рекомендуется их употреблять лицам с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это с гастритами, язвами, с панкреатитами, с холециститами. Потому что там содержится угольная кислота, которая раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Но хоть и говорят, что молодежь очень любит энергетические напитки, наш опрос показал, что все же большинство предпочитают спорт. Ну да, я думаю, они влияют на здоровье, их, я думаю, пить не стоит. Вы бы не стали? Нет, я думаю, нет. То есть лучше выпить что-то другое, бодрящий какой-то напиток? Да, да, я думаю, лучше попить соком, молока, что-нибудь такое, заняться спортом. Мне кажется, не действуют вообще на здоровье. То есть все равно? Ну, конечно. А вы бы стали пить или нет в какой-то ситуации? Ну, я пил, они как-то никак, никакое ощущение, ни поднятия сил, ничего не происходит. Конечно, очень вредны. А чем? Для сердца очень вредно. А стали ли бы вы их употреблять, если да? Нет. Нет, 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 их же употребляют в основном молодые люди, которые, не знаю, за место напитков алкогольных. И чтобы, ну, просто не в целях зарядиться энергией, а в целях, может быть, показаться круче перед своими друзьями. А что лучше, может быть, заняться спортом? Конечно, спорт – это наше все. Думаю, да. А чем? Чем, ну, там все красители разные. А сами стали бы? Я не пью вообще. А безалкогольные тоже? Безалкогольные тоже не пью. И даже газировку редко когда. Ну, употреблять я бы не стал, потому что таурин, там, кофеин, все дела на сердце влияют, поэтому не стало бы. Ну, и знаешь, что они вредны? Конечно, знаю. Лучше там записаться на какую-нибудь секцию, там, спортом заниматься. Ну, и так вот, движение. Так что разговор о том, что молодежь повально подсела на энергетические напитки – полная ерунда. К счастью, многие относятся к таким допингам негативно. На сегодня это все, о чем успели поговорить. Но ведь столько всего еще сказать не успели, поэтому обязательно продолжим в следующий раз. Напомню, это была программа «Обо всем честно» и я, ее ведущая, Ольга Харламова. Скоро увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова